Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Начинаем готовить ячейку. Организация ралейной защиты. Замена масляного выключателя на вакуумный. В одной ячейке. То есть это будет у нас ячейка ввода. Соответственно, этот терминал у нас будет использоваться как пусковой орган АВР. Здесь будут заменены вот эти два трансформатора тока. Ну вот один уже снят. Остался второй. Там резервный кабель будет убираться. Здесь уже на раме установлен вакуумный выключатель Таврида Электрик. Выведена даже сюда блокировка. Вот она идет. Это наш шинный разъединитель. Клевник вторичной коммутации. Он будет убираться. Привод электромутниты здесь уже снят. Ну и здесь, как видите, установлен уже микропроцессорный терминал ТОР-200 в одной В-22. Чуть позже покажу, как мы будем производить здесь монтаж ралейной защиты. Блок у нас с выносным пультом. Это у нас блок управления выключатель. Ну что, процесс монтажа у нас идет. Тут я уже расключил на терминале токовые цепи. Вот здесь подключил цепи напряжения 100 вольт с левой стороны и питание. И начал расключать уже цепь управления. Прибора у нас пока нет. Он на калибровке. Пульт у нас выносной еще не подключен. Здесь ВПТ-01. И уже частично начал расключать наш блок управления СМ-16. Вот, потихонечку сюда выводить все это в канал. Буду формировать сейчас все здесь жгуты. Выводить вот сюда, вот в этот канал. Он закрывается крышкой и пойдет вниз. Здесь вы видите новый клеммник Вадмюллер. Старый был убран. Вот тут его остатки остались. От токовых цепей. И так далее. И все потихонечку. Сейчас буду потом сюда выводить. И подключать. Так, в ячейки, в ячейки. Трансформаторы тока будут меняться. Я уже об этом говорил. Пока я токовые цепи на них не прокладываю. Здесь проложили кабель вот этот на 30 джилл. Вот так вот подвязали вот здесь парами. Аккуратненько. Вывели внизу. И здесь вот он по ячейке. И заходит вот сюда вот через втулочку. В наш клеммник. Клеммный отсек, так сказать. Так, здесь у нас с первой по четырнадцатую. То есть эти открытые XA и электромагнит выводы. Здесь у нас с пятнадцатой по двадцать восьмой. Это блок контакта. И остальное все закрытые XA. Здесь все по кабелю разделился. То есть здесь на проводках у нас есть номера. Естественно, что заземление экрана здесь выведено. Сразу на хомут. Зачистил. Опрессовал 0,5 наконечники белые. НшВИшки. И осталось сейчас расключиться. Здесь был установлен ключ управления УП. В общем, его будем устанавливать новый. Вот, приготовили уже. Оперативные цепи у нас уже установлены. Новые автоматы там на сборке. И мы добавим еще один автомат. Тоже этимат для цепей постоянного тока DC. Для питания нашего терминала. Будет у нас дополнительный автомат. Как видите, у него приставка с блок контактами здесь есть. Открытая пара и закрытая пара. Ну что, потихоньку монтаж идет. Вот здесь вот. Уже подключу полностью все проводники от Тора. Вот такая вот гроздь у нас получилась. Блок управления полностью расключил. То есть, тоже вот вывел жгут. Все сюда сейчас пойдет на клеммник у нас. Так, здесь были установлены трансформаторы ТОК-300 на 5 ТПЛ. Сделана шиновка. Ну, а у нас здесь Расключен вот этот жгут тридцатижильный. Жгут, который соединяет выключатель со схемой, с клеммником. Вот он у нас приходит. Но с этой стороны я его еще не раскручал. Осталось установить приборы. Здесь будет ТОК-30, ТОК-300 на 5. Ну, вот, в принципе, и все. Работа идет полным ходом. В общем, что процесс монтажа у нас продолжается. Здесь я уже расключил весь ТОР. Вот, в четыре таких жгута. Заземление здесь. И уходит уже в существующий канал. Также здесь уже обвязал блок управления. Подключил выносной пульт. Вот он у нас. Синяя USB-ка идет наверх. На ТОР и заземление. Также был установлен у нас амперметр с коэффициентом 300 на 5 с пределом 150 прибор и 30. Так, здесь это у нас два кончика на амперметр. И начинаю потихоньку вот, расключать все концы на клеммник. Также здесь проложил уже токовые цепи. Вот А421, С421, Н421. Вот они у нас входят вниз. На трансформаторы тока. Вот трансформаторы тока. Л1 внизу тут ввод. Л2 вверху. То есть здесь прямая полярность. Этот трансформатор тока он развернут. Соответственно, там взяли с обратной полярностью тока в цепи. Вторая обмотка у нас здесь остается закороченная, потому что токовых защит здесь на вводе не будет. Здесь будет только АВР. В общем, вот так вот это выглядит на данный момент монтажа. А, да, кстати, вот не показал. Также установили ключ управления. Все токовые цепи у нас выполнены сечением 2,5 квадратных миллиметров по меди. Остальная вся коммутация у нас выполнена сечением 1,5 квадратных миллиметров. Провод гибкий ПУГВ. Соответственно, все концы я опрессовываю с помощью наконечников НШВИ. Вот у меня ваговские черные полторашки. Синий на 2,5 квадратных миллиметров. Ну и здесь у меня изолированные наконечники под заземление. Здесь, здесь. Провод под заземление. Использую желто-зеленый. Сечение также 2,5 квадратных миллиметров. Ну вот, в принципе, и все уже у нас в работе. Вот, фидер включен. Горит соответствующая лампа. Нагрузку можно посмотреть. Нагрузка 25 А. Это у нас вот первый. Наш вакуумник здесь. Шинный разъединитель включен. Вакуумный выключатель включен. И кабельный разъединитель включен. Это у нас питающий кабель. Клеммник вторичной коммутации. Бирочки на кабеле везде сделаны. Маркировочка, перемычки. Это у нас выносной пульт ВПТ-01. Но я об этом говорил. Здесь у нас выведены 2 индикации. Я сделал отключение АВР и готовность АВР. Готовность АВР зеленый светодиод. Отключение АВР будет красный. А готовность АВР вывел очень удобно этот светодиод. То есть, если вдруг вывели ТН в ремонт. Или на смежной секции нет напряжения. Куда должен отрабатывать АВР. То, соответственно, готовность АВР здесь погаснет. И АВР у нас будет выведен из работы. Так сказать. Также собрали, соответственно, аналогичную ячейку на вводе номер 2. Также у нас терминал ТОР-200. Также у нас с выносным таким же пультом. Здесь нагрузка 32 А. По счетовому тоже примерно так же. Такие же лампы индикации. Отключение АВР и готовность АВР. Тоже у нас ввод 2 находится в работе. То есть, обе секции находятся в раздельной работе. Ну и блок управления АСМ-16. По коммутации все аналогично. Как-то вот так вот получилось у меня. Здесь еще надо закрыть панельку. Надо сделать соответствующие вырезы здесь на жгутах. Как на той ячейке. В принципе, закрыть этот канал. Здесь также были заменены торцерматоры тока. Два торцерматора тока фаза ИЦ с коэффициентом 300 на 5. И вот наш красавец. Вакуумный выключатель. Здесь клеммник вторичной коммутации. Здесь блокировочка у нас и ручное отключение вакуумного выключателя. То есть, кнопка аварийного ручного отключения. Ну вот, видите, тоже здесь второй ввод полностью стоит у нас в готовности. Оба АВРа я пробовал. Можем посмотреть по событиям. Вот, видите, отключение с АВР. 18 ноября делали отключение с АВР. Включение секционника по АВР. Вот, отключение. Вот, аварийный сигнал и так далее и тому подобное. Это у нас ячейка межсекционного выключателя. Он у нас остался без модернизации. То есть, там вот масляный выключатель. Вот, видите, старый трансформатор тока, масляный выключатель. Ну и, соответственно, тоже защита на электромагнитных реле. Это у нас была панель АВР на одном из ТНов. Пусковой орган АВР раньше был собран на реле времени 100-вольтовых ЭВ-235. То есть, вот, 1РВ-2, то есть, это релюшки были первой секции, и 2РВ-1, 2РВ-2. Ну и, соответственно, здесь были установлены еще различные промежуточные реле, блинкера и тому подобное. Сейчас здесь я оставил лишь вольтметровый переключатель. У нас вот он. Меняем мы напряжение на ТНе, то есть АВ-БЦ-ЦА. Так, и оставил здесь, соответственно, ключ АВР. Чтобы вывести АВР из работы, можно повернуть его в положение отключено. Так, ну и здесь вот, видите, реле РП-252, промежуточную реле. Обозначили ее как 1РП. Я ее здесь установил для включения межсекционного выключателя. То есть, я что-то побоялся использовать внутренние контакты реле ТОР-200. И решил все-таки их вывести сначала на промежуточное реле, а уже с помощью контактов этого реле включать масляный выключатель. Ну, по сути, там включается, подается питание на катушку КП. Ну, всякое бывает. Бывает, обрывает тягу в момент коммутации в приводе, и КСА не размыкает цепочку на включение, либо на отключение. Соответственно, и рвется вся цепочка катушки на постоянном токе. Уже не КСА силовыми приводами, а контактами реле. Соответственно, они подгорают, выходят из строя. Так будет более надежнее, я считаю. И не дай бог они выгорят в ТОРе, и это гораздо дороже выйдет замена, чем поменять, перекинуть другую пару на вот этих реле. Так, тут все бирочки есть, это просто вот. Тут не совсем может видно. Также у нас здесь имеется реле запрета АВР, это дистанционная блокировка АВР. То есть, по аналогии ключа АВР, только с управлением дистанционно управляется это реле по телемеханике. То есть, и ключ АВР как раз таки по вернуть в сторону. Отключена, готовность тоже здесь, соответственно, погаснет. Ну и то же самое с реле запрета АВР. Ну и сами непосредственно наши измерительные трансформаторы напряжения. В данном случае здесь у нас старенькие 2 НОМа, 10 кВ. Видите, они фаза B собрана с общим выводом у них. И без какой-либо они дополнительной обмотки для контроля изоляции. Чисто выдают линейные 100 вольт. Питание ТНов осуществляется через предохранители, защиту. И вот у нас здесь есть машинный разъединитель. Ну и здесь у нас еще заведена телемеханика. Да, старенькая наша телемеханика УТБ-3. О ней у меня есть старая статейка. Написано, где я вкратце рассказывал, что и как она себя вообще в целом представляет. Здесь я вам покажу, как она стрекочет, как она формирует сигналы. И покажу фрагменты с монтажа, где мы как раз таки и опробовали наши выключатели. Включать? Включить? Отключить? Да. Включить? Отключить? Включить? Отключить? 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 Ну а также сразу и покажу, как мы опробовали данную схему АВР. То есть, как имитировали пропадание 100 вольт. Я буду показывать на примере вот этого ввода, ввода номер один. Как он отключался и включался у нас межсекционный выключатель. Включить? Включаю вот один. Включился. Горит готовность. Горит готовность. Ну давай, отключай 100 вольт, имитируй. Раз, два, три. Ввод отключился. Включирую. Так, секционный включился. Включился. Так. Сейчас все как бы стоит в готовности и мы отключаем 100 вольт, как будто ТН выводим. Раз, два, три, четыре. Ничего нет. Готовность пропала. Все. Включаю обратно. Ну и для общего понимания быстренько пробегусь по самой схеме АВР. Да, кстати, может кто не знает, АВР это автоматический ввод резерва. На всякий случай расшифрую, то вдруг будут возникать вопросы. Это у нас первая обмотка трансформаторов тока фазы А и С. И как я уже говорил, они у нас закорочены. Вторая обмотка трансформаторов тока А и С собраны по схеме неполная звезда и подключены, соответственно, в терминал ТОР-200В. В нуле установлен щитовой амперметр E30 и, в принципе, все. Корпус терминала у нас заземлен, естественно. Дальше это у нас цепи напряжения 100 вольт, которые также у нас заведены в наш терминал. То есть это у нас есть контроль напряжения, контроль цепей напряжения. И, соответственно, на нем основан пусковой орган нашего АВР. Фаза А, фаза Б, фаза С. Подключены на соответствующие клеммы. Это у нас цепи управления. Первый автомат, который я вам показывал, вновь устанавливаемый. Мы его использовали для питания нашего терминала ТОР-200. Далее у нас идет второй автомат, это питание цепи управления. И вот у нас пошли наши цепи управления. А1 это блок управления, модуль управления СМ16, который я вам также показывал. КО1 это сам выключатель. 13 и 14 выводы это его электромагниты. Соответственно, он у нас соединен с блоком управления. Включение и отключение нашего выключателя осуществляется через наш терминал ТОР-200. Но на всякий случай, вдруг терминал выйдет из строя по каким-либо разным причинам, здесь еще продублирован ключ управления. То есть шайба на отключение ключа управления также действует у нас на отключение нашего выключателя. На всякий случай. Здесь же в цепи включения установлена блокировка СКУ. Я вам показывал блокировка, которая устанавливается, блокирует ручное аварийное отключение. Она помимо того, что блокирует сам вал, сам вот эту тягу механический, она также еще и здесь разрывает свой контакт. Тут герконовый контакт установлен, который также не дает включить выключатель, если блокировка у нас не снята. То есть двойная блокировка получается. Дальше это у нас блок контакта выключателя КСА. Открытая пара, закрытая пара. Пара 1-2 открыто используется для входа РПВ, для терминала ТОР-200, чтобы он понимал положение нашего выключателя. Ну и соответственно, закрытая пара 17-18. Заведена на соответствующий вход РПО. Управление выключателем осуществляется у нас, как я уже говорил, через терминал ТОР, но с помощью ключа управления. Вот у нас цель включения. Поворачиваем ключ вправо на 45 градусов. И по вот этой цепочке у нас приходит сигнал на клемму X18-5. Терминал распознает, что пришла команда включения. Да и вход идет, вход 1-1. И соответственно, у нас подает сигнал уже на выходной реле. Включение происходит у нас с помощью выходного реле терминала ТОР-200 К1-2. И происходит у нас включение выключателя. Для отключения нам необходимо повернуть ключ управления влево на 45 градусов. И, соответственно, приходит вход на клемму 18-7 терминала и происходит отключение выключателя. Также у нас здесь, как я вам уже и показывал, применена старенькая, правда, но тем не менее система телемеханики. То есть на эти же входы у нас подается еще и плюс сигнал с телеуправления. Итак, команда отключения подается на вход 1-2. На вход 1-3 автомат ШП, это у нас подается нормально открытый контакт нашего блока управления. И говорит нам о том, что привод, блок управления готов производить какие-либо коммутации. Либо включение, либо отключение. То есть если этот контакт у нас будет в разрыве, то есть блок будет находиться в какой-то аварии, в неисправности, то сюда плюс не придет на вход 1-3 и, соответственно, никакого управления выключателем у нас не будет. Ну и здесь две лампы, красно-зеленая, также подключены через блок контакты выключателя. Нормальный открытый контакт 3-4, красную лампу и 28-27-28 закрытая пара на зеленую лампу. Это у нас ключ АВР СА-2, который я вам показывал. Он установлен у нас на таянии второй секции. Поворачиваем его вправо, то есть на положение включено. И приходит у нас сигнал на вход 3-4, ключ АВР. Соответственно, это у нас дает разрешение блоку. Ну, нашему терминалу о работе АВР. Как только мы ключом разрываем наш плюс, соответственно, сюда плюс на вход не приходит и АВР выводится тем самым из работы. Но я вам еще показывал, что у нас имеется еще и здесь реле запрета АВР РЗА, которое дистанционно выводит из работы схему АВР. И они вот эти, и ключ, и контакт этого реле запрета АВР, они установлены в одной цепи. То есть, либо рвем с помощью реле, либо рвем с помощью ключа. И тем самым выводим АВР из работы, либо наоборот, вводим его в работу. Вот эта цепочка, этот вход 3-1 ТН в работе блокирует АВР. То есть, если у нас вдруг выбит по каким-то причинам автомат 100 вольт, автомат спей напряжения 100 вольт, плюс сюда не приходит, и тем самым идет блокировка в терминале Тор-200 работы АВР. Это очень хорошо, и если, допустим, эту блокировку не использовать, то при срабатывании автомата, допустим, ну так как автомат выбит, соответственно, на него 100 вольт уже не придет, он подумает, что произошло падение напряжения, либо снижение напряжения ниже уставки, и начнет отрабатывать АВР. Здесь такого не произойдет, потому что как раз таки имеется вот такая блокировка. Также у нас имеется контроль напряжения смежной секции. АВР также будет заблокирован, если у нас будет отсутствовать напряжение на смежной секции. То есть, на вход 3-2 терминала подается контакт от терминала ввода 2, что там напряжение больше 0,8 номинала. Ну, так сигнал называется, у сборных шин больше 0,8. И если, соответственно, напряжение каким-то образом будет снято со второй секции и пропадет еще и на первой секции, то, естественно, АВР тоже лишний раз не будет переключаться на смежную секцию, зная, что там отсутствует напряжение. Это, естественно, что нелогично. Вот как раз об этом и говорил. С этого же терминала свода 1 вот у нас имеется выход К3-2. У сборных шин больше 0,8. И уходит здесь, наоборот, схему ввода номер 2. То есть, они как бы, получается, перекрестны. Эта пара у нас идет в блокировку смежной секции на ввод 2. Оттуда приходит, как я вам показывал, на прошлом листе. Так, ну и здесь же у нас получается по первому вводу. Это мы сейчас смотрим как бы все относящееся к первому вводу. И имеется выходной контакт К3-1. Это включение секционного выключателя по АВР. Когда у нас действительно пропадает напряжение на секции, либо снижается ниже уставки. У нас происходит сначала отключение нашего ввода. И, соответственно, замыкается контакт, выходной контакт К3-1. Включение секционника по АВР. И выдается сигнал в схему межсекционного выключателя на включение его выключателя. А также здесь имеется контакт открытая пара 11-12 с выключателя для системы телемеханики. Вот у нас еще дублирующая шайба есть ключа АВР, который я показывал. Здесь же имеется еще контакт дистанционного запрета АВР от телемеханики, которая управляется. И вот, получается, срабатывает наш, допустим, наш выходной контакт на вводе 1К3-1. И подается сигнал на нашу промежуточную реле 1РП. Это реле промежуточное РП-252, которое я вам показывал, которое мы вновь установили. Соответственно, вот у нас по этому сигналу получает питание реле 1РП. И оно замыкается и уходит сигнал на контактор включения межсекционного выключателя. Если же опять-таки мы ключ повернем в положение отключено, либо подадим сигнал о запрете АВР по телемеханике, у нас здесь плюс не придет ни на 1РП, ни на, соответственно, даже катушку. Ну и в завершении это у нас цепи сигнализации. Это у нас аварийная и предупредительная сигнализация. Вот они, шинки, отходящие. И, соответственно, при срабатывании АВР у нас срабатывает выходной контакт K2-4. Он запрограммирован на аварийное отключение. Через закрытый XA нашего выключателя, что действительно выключатель был отключен, у нас уходит сигнал на аварию. Так, и предупредительная сигнализация – это выходной контакт K2-3 при потере питания, при неисправности терминала ТОР-200, при неготовности, например, блока управления, либо его каких-то неисправностей, ошибок. Может там пропасть схема проверки целостности электромагнитов, может быть блокировка не снята, и у него там своих достаточно защит, которые определяются по количеству вспышек на его внешней панели. Там красный светодиод моргает определенное количество раз, и мы определяем ошибку. Ну и также, допустим, мы отключаем все наши автоматы. Автомат питания терминала ТОР, либо автомат питания цепи управления. И, соответственно, здесь на шину 2SV32 выдается у нас сигнал в предупредительную сигнализацию. Так вот, вкратце я вам показал нашу новую схему АВР. Еще раз напомню, что это у нас две секции напряжением 10 кВт, два ввода, ввод один, ввод два, и между ними установлен межсекционный выключатель. То есть стандартная схема. Если у нас пропадает напряжение на первом вводе, у нас отрабатывает АВР и включает секционный выключатель в сторону первой секции. И наоборот, пропало напряжение на втором вводе, отключается ввод два и включается секционник, и вторая секция получает питание через ввод один, через первую секцию. В общем, вот, сделали очень полезное дело по модернизации релейной защиты двух ячеек, двух вводных ячеек. Сделали, соответственно, здесь АВР на новых терминалах. Ну и немаловажно, сделали как бы ретрофит ячеек. То есть поменяли два масляных выключателя на два вакуумных от серии Таврида Электрик. Замечательно. В принципе, на этом все. Вот такое получилось видео. Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Впереди будет много еще всего интересного. Если остались какие-то вопросы по схеме АВР, по какой-то компоновке, вообще любые вопросы, связанные с данной темой сюжета, то задавайте их в комментариях. Также хочу вам напомнить, что вы можете поддержать меня, выразить мне благодарность за интересные, полезные и подробные видеосюжеты. Ну и в целом для дальнейшей мотивации и поддержания моего YouTube канала. Также на переведенные средства я смогу приобрести какое-нибудь новое и интересное электрооборудование или приборы для дальнейших обзоров и испытаний. Реквизиты банковских карт Сбербанка и Тинькова будут указаны на экране. А проявить благодарность можно путем перевода абсолютно любой суммы, которую посчитаете нужной. Так сказать, сколько не жалко. Всем заранее большое спасибо. Ну, в принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. С вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметка Электрика. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok